Тюменская область Народные промыслы, сельское хозяйство, масштабные социальные программы, мощный промышленный сектор и неповторимый туризм. На этой интерактивной выставке на втором этаже Совета Федерации наглядно видно, насколько далеко вперед шагнула Тюменская область за последние 6 лет, практически выбившись в лидеры среди российских регионов. А если точнее, то Тюменская область на сегодня занимает третье место в России по уровню жизни населения после Москвы и Санкт-Петербурга. Выставку под названием «Земля больших людей» перед пленарным заседанием осмотрела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее сопровождал губернатор Тюменской области Александр Моор. Говоря о экономической ситуации, Александр Моор сделал акцент на том, что благодаря слаженной работе команды правительства Тюменской области экономика региона выстояла против западных санкций. Ее поддержка по итогам прошлого года составила более 20 миллиардов рублей. Объем инвестиций вырос до 360 миллиардов. При этом, как подчеркнул губернатор, люди были и остаются главным богатством региона. Мы традиционно остаемся регионом, в который приезжают жить и работать. Численность населения области стабильно увеличивается и уже превысила 1 миллион 608 тысяч человек. Все мероприятия, реализуемые нами по повышению инвест-привлекательности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса, развитию промышленности, сельского хозяйства, строительству, строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры, образование и здравоохранение направлены на повышение качества жизни наших земляков. Мы рассчитываем на вашу поддержку. Спасибо. Благодарю за внимание. В прошлом году в Тюменской области ввели в строй рекордный за всю советскую и постсоветскую историю объем жилья – 2 миллиона 250 тысяч квадратных метров. Этот показатель вывел регион на третье место среди субъектов Российской Федерации. Благодаря таким темпам жилищные условия улучшили 70 тысяч тюменских семей. Правительство области при поддержке федерального центра продолжит делать жизнь земляков еще более комфортной, отметил председатель областной думы Фуат Сейфединов. Тюменская областная дума тесно взаимодействует с общественной палатой, ветеранскими, женскими, молодежными объединениями, поддерживает их инициативы. Такое конструктивное сотрудничество позволяет нам формировать эффективную законодательную базу. Глава Совета Федерации считает, что Тюменская область динамично развивается. Валентина Матвиенко отметила высокие показатели промышленного производства, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, стабильную финансово-экономическую ситуацию в целом. Она подчеркнула, Тюменская область сегодня – это не только нефтегаз, это современные технологии и промышленность. Однако задач на будущее еще много. Это, конечно, экологическая, можно сказать, ну, катастрофа, трагедия лесной пожары, которая охватила лесную область. Конечно, надо выяснять причины. В основе своей, как говорят правоохранительные органы, они должны этим заниматься, выявлять этот человеческий фактор. Но это преступно, даже если это не умышленно, а если есть умышленные поджоги, они должны получать жесткую оценку правоохранительных органов. Но важно, что в этой трудной ситуации руководство области оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим от лесных пожаров гражданам и выплаты, и гуманитарная помощь. Вместе с тем, Валентина Матвенко считает важным обращать особое внимание на возведение в новых кварталах социальных объектов – детских садов, школ и поликлиник. Артем Башнин, Андрей Рязанов. Вместе. РФ. Артем Башнин Артем Башнин Продолжение следует...